На 63-м году жизни скончалась выдающаяся российская актриса, народная артистка Московского театра сатиры Алена Яковлева. Ее талант и уникальность принесли ей признание зрителей и любовь поклонников. Алена Яковлева родилась в Москве в начале 60-х годов. Ее родители мать, врач Кира Мачульская и отец, знаменитый советский актер Юрий Яковлев, чья роль в фильме «Ирония судьбы» до сих пор любима многими. Однако несмотря на актерскую династию, семейные обстоятельства вынудили Алену, вырасти в трудных условиях, под опекой учима Николая Иванова. Исключительный талант Алены проявился еще в юности, когда она училась в студенческом театре под руководством Романа Виктюка. После вступления в Московский университет на факультет журналистики, ее страсть к актерскому искусству привела ее в театральное училище имени Щукина. В начале своей карьеры, Алена Яковлева выступала под именем Елена, однако позднее, она была вынуждена сменить сценическое имя из-за путаницы, с другой актрисой того же имени, став Аленой, как ее называли близкие в детстве. Актриса с успехом сыграла, более ста образов в театре и на телевидении. Прославившись своей удивительной работоспособностью и талантом, ее потеря невосполнимая утрата для российской сцены, соболезнования родным и близким. Алена Яковлева успешно расширила свою актерскую карьеру и на мировой киноэкран. Начиная с 2006 года, она активно участвовала в съемках фильмов и сериалов, продолжая одновременно поддерживать свое театральное искусство. Этот период ознаменовался для нее 12 яркими ролями, включая участие в таких проектах, как «Городской романс» о «Любви и прочих неприятностях и сделка», где она воплотила образы главных героинь. Одним из выдающихся достижений стало участие Алены Яковлевой в продолжении знаменитой мушкетерской саги «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище кардинала Мазарими». В этом фильме она исполнила роль мадам де Круаль, новой миледи, сравниваемой зрителями с классической ролью Маргариты Тереховой. Ее выдающаяся игра признана зрителями как не менее яркая, чем та, что сыграна в свое время Милой Йовович. В последующие годы Алена Яковлева активно участвовала в съемках телесериалов, в том числе медицинских, таких как «Женский доктор», «Земский доктор» и «Дневник доктора Зайцевой». Ее актерский талант также блеснул в драме «Райские кущи», где она снялась совместно с Евгением Цыгановым и Чулпан Хаматовой. Не ограничиваясь жанровыми рамками, в 2017 году Яковлева сыграла главную роль в украинской мелодраме «Рецепт любви», а также приняла участие в экспериментальной мелодраме «Я любить себя буду. Можно». Этот проект отличался тем, что реплики героев были заменены строками стихов Эдуарда Осадова, создавая атмосферу естественного разговора. В 2018 году зрители увидели Алену Яковлеву в трех проектах «Мелодраме на качелях судьбы», «Детективе-реставраторе» и криминальном фильме «Убийство по пятницам». Год 2020 стал особенно ярким благодаря премьере сериала «Возвращение», где актрисе досталась роль матери главного героя, сыгранного Дмитрием Миллером. Сериал также представил зрителям актерский ансамбль, «Включающий Юлию Подозерову, Александра Никитина и Любаву Гришнову». Весной 2022 года стартовала премьера седьмой части детективной ленты «Я знаю твои секреты». Дыхание смерти, в которой Яковлева вернулась к роли матери главной героини, исполненной Агатой Муцениецы. Актриса подчеркнула необычность сюжета и выразила уважение к своему персонажу, Галине, отметив, что ее характер раскрывается особенно в семейных отношениях. В преддверии своего 60-летия, Алена Яковлева, решилась на пластическую операцию по коррекции губ. Однако в отличие от многих, ее решение не было мотивировано стремлением к совершенству формы, а скорее стремлением вернуть губам естественный вид. В юности актриса столкнулась с неквалифицированным врачом, который ввел в ее губы гель-филер. Позже Яковлева заметила легкую асимметрию лица и стала беспокоиться, что это может повлиять на ее кинокарьеру. Однако исправление этого эстетического недостатка произошло только в 2021 году. Алена Яковлева нашла квалифицированного хирурга, который выполнил сложную манипуляцию, и к счастью операция прошла идеально. На своем юбилее актриса сверкала красотой, уже отойдя от последнего вмешательства. Уверенная, что после 50 лет жизнь женщины только начинается, Яковлева открыто обсуждает этот вопрос с журналистами, демонстрируя на собственном опыте преимущества активной жизни. На ее официальном аккаунте в Инстаграм, где она поддерживает связь со своими поклонниками, актриса демонстрирует великолепную фигуру, и рассказывает о своем опыте по уходу за собой. Не только кинематограф запомнил артистку, но и личная жизнь привнесла в нее яркие моменты. Алена Яковлева состояла в гражданском браке с актером Александром Кахуном. Эта любовь вспыхнула еще в ранней молодости, когда они оба были студентами театрального вуза. Несмотря на предупреждение знакомых о любовных похождениях Кахуна, Яковлева не смогла устоять перед чувствами. Пара даже собиралась подать заявление в ЗАГС, но в последний момент возникли серьезные недопонимания, и любовь закончилась скандалом. По предположениям, ревность была одной из причин, которая привела к расставанию между актерской парой. Роман Алены Яковлевой с Андреем Мироновым, о котором актриса не стремилась распространяться, стал известен широкой общественности, после выпуска книги Татьяны Егоровой Андрей Миронов и я. В интервью Яковлева поделилась, что она была влюблена в великого артиста. Миронов взял молодую студентку в спектакль «Тени», где был чрезвычайно требователен, но в то же время создавал у Алены Юрьевны ощущение особенностей в его жизни. Несмотря на утверждение актрисы о любви, факт романа так и остался неподтвержденным. Первым официальным мужем Алены Яковлевой стал коллега по театру «Кирилл Казаков», от которого она родила дочь Марии. Однако брак был недолгим, и через 4 месяца после рождения дочери, Яковлева покинула мужа. Казаков не принимал активного участия в воспитании дочери до ее 14 лет. В середине 90-х годов Яковлева вступила в брак с кинорежиссером Кириллом Мозгалевским. Их встреча произошла во время съемок рекламного ролика. Однако брак окончился неожиданным отъездом Мозгалевского во Францию, где он решил остаться. Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и иногда встречаются вместе на праздниках. В 2019 году Алена Яковлева стала героиней передачи «Секрет на миллион», где рассказала о многих неизвестных фактах своей биографии, включая насилие, которое она пережила. Однако самую главную тайну, связанную с ее влюбленностью, актриса решила оставить нераскрытой, подчеркивая, что эта тема остается за семью печатями. Роман с Андреем Мироновым оставался тайной, о которой Алена Яковлева говорила неохотно. Ее влюбленность в великого артиста началась во время совместной работы над спектаклем «Тени», где строгий Миронов выделял Яковлеву особое внимание. Несмотря на явные проявления внимания со стороны Миронова, официального подтверждения романа не последовало.